МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Одни сельхозпроизводители собираются получить молоко со вкусом сливочного мороженого, другие демонстрируют технику, которой нет ни у кого в России, а третий вот уже в который раз восстанавливают сахарный завод. О сегодняшнем положении дел и будущих планах региональных фермеров в выпуске Агровестника. Доброе утро! Коровье молоко 8% жирности или козьи со вкусом сливочного мороженого. Тульские фермеры продолжают удивлять. Теперь они взялись за выращивание редких не только для нашей области, но и для России в целом, нубийских коз, джерсейских коров и не только их. Говорят, по цене молоко будет рублей на 20 дороже обычного коровьего или козьего, а пользы намного больше. Нубийских коз, кстати, завезенных к нам в страну лишь в 2010-м, удалось увидеть и мне. Правда, пока молока не попробовала. Фермеры обещали угостить им в конце лета. Горбатый нос, длинные уши, высокие ноги, короткая шерсть. Вот так выглядят козы нубийской породы. Вес взрослого животного доходит до 70 килограммов. Молоко этих коз можно получать практически круглый год. Удой составляет до 5 литров в сутки. В основном разводят их в южных областях. В прошлом же году решили попробовать и тулики. Ставку именно на породистых животных сделали не просто так. Мы начинали с обычных животных, потом начали ездить по всяким выставкам, фермам, в России, даже за рубежом. Вот поняли то, что нужно разводить именно породных животных. Это намного интереснее. Они являются более продуктивными в разведении. Ну, лично мне это занятие очень интересно. Ну, я хочу, чтобы моя семья, мои будущие дети питались вкусной, здоровой пищей. А это овцы породы тексель. Они родом из Голландии. Их преимущество в том, что мясо совершенно не имеет запаха. К тому же они, по сравнению с распространенной в России романовской породой овец, растут в два раза быстрее. И даже корова у фермера необычная. Яшма, так зовут буренку, как подрастет, начнет давать молоко 8% жирности. Это особенность джерсейской породы, выведенной в Англии. Самое вкусное молоко и очень высокой процентности жирности. 8% молоко они дают. Ну, и редкие породы вообще для России. В принципе, как обычные наши коровы, то же самое едят все. То же самое сено, траву, ну и комбикорм. Пока фермер работает на увеличение поголовья животных. Покупка – дело дорогостоящее. К примеру, нубийская козочка стоит 100 тысяч рублей. Теленок джерсейской породы – 200. Как нельзя кстати, могут прийтись деньги гранта. Сейчас хозяйство оформило заявку на участие в региональной программе поддержки начинающих фермеров. Если именно этот проект окажется в числе лучших, то почти полтора миллиона рублей пойдут на закупку породицых коз и коров. У тульских аграриев появилась техника, которой нет еще ни у кого в России. Посмотреть на новинку в одной из крупнейших хозяйств страны съехали сельхозпроизводители со всей области. Лично меня размах интеркрусцентра впечатлил. 18 животноводческих комплексов, в которых содержится более 8,5 тысяч коров. И это не предел, будет больше. Сейчас строятся еще 4 животноводческих комплекса. Первые галштины именно на эту породу сделали ставку в интеркрусцентре, были завезены летом 2012 года. Сейчас здесь коров уже не закупают за границей, разводят сами. Сегодня молоко получают от почти пяти тысяч коров. Возникает резонный вопрос, как доить большое стадо. Когда мы говорим о комплексах, там больше двух тысяч голов, то надо обязательно ставить карусель. Оно позволяет, вот на сегодняшний день мы сейчас продаем на каждой карусели 320 голов. Посмотреть на один из самых крупных животноводческих комплексов, причем не только в области, но и в России, приехали представители 20 хозяйств и компаний-производителей. Как полагается, начали с экскурсии. В одном корпусе тысяча голов, тысяча сто. Для кого-то это целый калхоз. Для нас это всего лишь один сарай. В среднем производство молока 35 литров. В среднем на корову. То есть есть коровы, которые 60 дают, есть которые 20 дают. Увиденное впечатлило многих, так что на отзывы никто не поскупился. Хороший комплекс, хорошо построено, хорошее производство. Здесь хорошее вложение, должна быть хорошая отдача. Все мероприятия, которые мы намечаем именно в агрономии, именно с организацией кормовой базы, они тщательно выполняют. Поэтому очень приятное впечатление. Очень хорошая, еще раз говорю, команда. Завершился визит уже на поле, причем демонстрационном. Здесь интеркрус-центр показал выращиваемые в хозяйстве культуры. И похвастались чудо-сеялкой. Она засевает поле в два раза быстрее подобной техники. Несправедливо говорить только об одном параметре – скорости высева. На самом деле имеют значение контроль высева, точность высева, а также точность несения удобрения. То есть возможность управлять всеми этими процессами. Как оказалось, пока эта сейлка единственная в России, и первыми ее испытали на Тульской земле. Сейлка, безусловно, хорошая, но и цена соответствующая. Так что сегодня агрария всерьез задумались о технике российского производства, и многие уже перешли на отечественные аналоги. Изучаем преимущества сельхозтехники «Ростсельмаша». Теперь официальный дилер комбайнового завода «Ростсельмаша» находится буквально под боком у тульских сельхозпроизводителей. Обновленный технический центр «Агрид» открылся в областной столице. Мы работаем по стандартам завода с обязательным выполнением их условий. Это своевременное реагирование в течение 24 часов на отказы в работе техники. Это обязательно склад запасных частей в наличии для экстренного реагирования и каких-то экстренных ремонтных работ. Открытие этого технического центра считают важным событием и в региональном Минсельхозе. Большая часть хозяйств сегодня переориентировалась действительно на технику либо отечественного производства, либо белорусского производства. Мы на сегодня в области имеем где-то порядка 700-750, точнее, единиц техники уборочной компании «Ростсельмаш». Этот центр должен стать опорной точкой для своевременного, эффективного и мобильного обслуживания сельхозтехники компании «Ростсельмаш», которая становится в последнее время все более популярной у хозяйств Тульской области. Этот кормо-уборочный комбайн – один из самых мощных в линейке «Ростсельмаша», комплектуется различными видами жаток. Дополнительно установлена система внесения консерванта, что позволяет сразу приготовить кормовую массу. Кондиционер, установлен холодильник для воды питьевой, то есть по комфорту кабина ничем не уступает импортным, но даже по некоторым позициям может быть даже очень комфортнее. По сравнению с импортными аналогами данная машина вдвое дешевле. А это один из самых мощных зерноуборочных комбайнов «Торум». Имеет максимальную производительность по сравнению с аналогами, в том числе иностранными. Бункер 12 тысяч литров выгружает всего за две минуты. Имеет трехстороннюю систему обмолота, что ни один из конкурентов не может предоставить. Мощность комбайнов разнится от 180 до 506 лошадиных сил, то есть линейка очень обширная. Каждый может себе выбрать то, что именно подходит ему. С такой техникой у тульских аграриев остается только одна головная боль – погода. Сельхозпроизводители надеются на ее благосклонность и собираются в этом году снова собрать рекордный урожай. Если одни нацелены на рекордный урожай, то у других картина не такая радужная. 700 миллионов рублей долгов и почти 200 человек без работы. Такова ситуация на Товарковском сахарном заводе. В конце мая здесь прошло собрание трудового коллектива. Я также выехала на место узнать, что обещает новое руководство завода и какое будущее ждет единственное сахарное производство области. Фактически с прошлого ноября завод стоит. Да и назвать переработанной 40 тысяч тонн свеклы работой можно с трудом. Это лишь пятая часть производственной мощности единственного в области сахарного завода. Как результат – 700 миллионов рублей долгов всем инстанциям, в том числе 20 миллионов сотрудникам предприятия. Работали с октября по декабрь. После, с января на две трети нас отправили, ну и по сейчас мы на две трети. Восемь месяцев зарплату не получать – это уже ой-ой-ой. Люди, конечно, хотят выйти на работу, чтобы завод поднялся, потому что он единственный сахарный завод остался в Тульской области. Сейчас предлагают, например, уволиться со старого предприятия и перейти в новое. Как по закону пока, ну, ждем. Новое руководство завода собравшихся успокоило. Все 200 сотрудников будут приняты на прежних условиях на свои рабочие места. Долги по зарплате также будут выплачены. Когда – пока вопрос открытый. Процедура банкротства с бывшим директором сахарного завода уже запущена. На сегодняшний день сельхозтоваропроизводители посеяли около 7 тысяч гектар сахарной свеклы. Поэтому, скажем так, потенциал для того, чтобы переработать и запустить завод есть. Пока оставшееся оборудование законсервировано, электричество отключено. И даже не верится, что только в прошлом году здесь лежали горы сахарной свеклы, а рабочие старались выделить кристаллики сахара из каждого грамма жома. Прибыльный бизнес уже несколько раз оказывался на грани банкротства. В 2008-м завод вообще остановился на несколько лет. И сейчас уже третья попытка его реанимировать. Новое руководство завода только в этом году собирается вложить более 100 миллионов рублей в реконструкцию и закупку оборудования. Первые вложения уже пошли. Этот камерный фильтропресс перекупили у прежнего владельца, дабы не терять драгоценного времени. С июня месяца начинаем подготовку завода к пуску, делаем ремонтные работы, покупаем материалы. И надеемся, что с 1 сентября мы запустим данный завод. Провели большие переговоры с аграриями. Надеемся, что свекла будет. Надеемся, что будет порядка около 200 тысяч тонн в этом году. И планируем где-то переработку на 2,5-2,7 тонн в сутки. Сейчас многие сельхозпроизводители перестали доверять Товарковскому сахарному заводу. Ведь им прежнее руководство должно немало. В итоге все сегодняшние договоренности приходится подкреплять рублем. Как говорится, цыплят по осени считают. Тогда и молоко со вкусом мороженого, и чай с тульским сахаром очень кстати. Впрочем, не будем торопить события. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин